МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Скажите, пожалуйста, как пришла такая идея разработки этого проекта? В связи с чем? Какая была необходимость? Дело в том, что у нас в городе, как вы знаете, есть разные виды транспорта. У нас автобусами можно пользоваться, трамваями, троллейбусами и метрополитеном. И у них исторически сложился некий баланс, что такая-то часть людей ездит на автобусах, кому-то удобнее на трамвае, кому-то удобнее ехать на метро. Но вот когда мы смотрим срез на протяжении ряда лет, мы видим, что пассажиропоток именно метрополитена, он имеет тенденцию к уменьшению. Вот. Ну, понятно, чем это обусловлено. У нас метрополитен строился туда, где располагались промышленные предприятия. И так получилось, что примерно, когда он построился, эти предприятия стали работать там в меньшем объеме, может быть, и до сих пор там эти процессы, они продолжаются. Плюс именно там, где идет линия метро, у нас не сформировался этот период по тем или иным причинам каких-то крупных объектов транспортного притяжения. То есть там массовой жилой застройки нет. Каких-то крупных центров, там, объектов, вот куда люди прям бы ехали, они тоже вот не возникли. Люди, более того, вот жизнь идет так, что у нас строится микрорайон Крутые Ключи, там, Южный город, Волгарь. Люди как-то покупают новое жилье, разъезжаются, ну, и там вот, где они оказываются, там метрополитена нет. Поэтому вот появился такой запрос у нас, сформировался, нужно сделать так, чтобы пассажир в метро все-таки пошел. Понятно, что для этого надо там развивать линию метрополитена, строить новые станции, но вот в тех финансо-экономических условиях, в которых мы находимся, нужно придумывать еще какие-то методы. Вот родилась идея запустить такой гибридный, так сказать, маршрут, когда можно ехать на метро и пересесть потом на автобус. И здесь мы говорим о том, что это предложение, оно должно быть привлекательно для пассажира. И мы постарались именно эту привлекательность заложить. Она заключается в том, ну, во-первых, это больший территориальный охват. Если, например, вот мне все-таки надо приехать, ну, куда-то в центр города, вот, вблизи там станции Алабинской, а живу я где-то на Безымянке, и вот у меня прям под окном нету станции метрополитена, вот мы сделали такое предложение, чтобы человек сел на автобус, доехал до станции метро, потом проехал на метрополитене, и есть даже возможность снова сесть вот на этот М-шаттл наш и снова на нем прокатиться, и все это в рамках единого билета. То есть получается экономия и денежные тоже финансовые? Да, получается, что это вроде идет и территориально удобнее, и денежная вот ощущается экономия, потому что я первый раз зашел в этот Шаттл, вот в нем оплатил свой проезд, и все, я захожу в метро, с меня уже денег не берут. Захотел я снова потом пересесть на Шаттл, оплата у меня уже проведена. Ну и плюс мы охватываем таким образом территории там, где нет метрополитена, мы их подтягиваем вот к нашей линии метро, ну, фактически продляем метрополитен автобусами таким образом. Уже несколько дней курсируют автобусы. Что это за вид транспорта? Это автобусы? Это автобусы, это автобусы ПАЗ, современные автобусы, они адаптированы для пассажиров, на них есть соответствующая экипировка, вот у нас 4 маршрута, мы их назвали М1, М2, М3, М4, то есть на каждом автобусе есть вот это обозначение, там на лобовом стекле. И нужно понимать, да, вот М1, что это обозначает? М2, почему вот М1, М2, М3? Таких не было раньше маршрутов, вот они с единицей пошли, название АМ, это то, что он к метро идет. Вот, и 4 точки выбрали, откуда эти маршруты будут ходить. У нас это железнодорожный вокзал, это перекресток улицы Пензенской и Владимирской автобусная остановка, Владимирская, вот из этих двух точек автобусы у нас идут к станции метро Московская, и еще мы взяли метро Юнгородок, оттуда мы подвоз осуществляем с восточного поселка, это остановка-магазин на Зубчаниновском шоссе, и из кинотеатра Луч, это тоже остановка кинотеатр Луч. То есть вот по этим четырем маршрутам курсируют у нас автобусы типа ПАЗ, они работают, ну вот исходя из того, что это такой подвозной маршрут, это по рабочим дням они работают, и в часы наибольшего пассажиропотока, то есть это утро с 6.30 до 9.30, и вечер с 16.00 до 22.00, то есть в период, когда все едут там на работу, на учебу, ну и потом обратно с работы, с учебы. О том, как проходил пробный запуск этого проекта, М-Шаттлы, мы сейчас узнаем из сюжета, ну а потом продолжим разговор. У Нины Сорокиной много дел, несмотря на то, что она уже давно вышла на пенсию. Каждое утро женщина едет то навестить внуков, то в поликлинику. Зачастую приходится добираться с пересадками, тратить не только время, но и деньги. Сколько мы на пересадку денег отдаем? Ну что, пройдите по этим. По ступенькам, да, на троллейбус. Сократить дорогу можно, если воспользоваться метро. Для удобства жителей на дорогах Самары теперь будут курсировать шаттлы и автобусы, которые будут забирать людей с остановок общественного транспорта и подвозить к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД вокзала с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская, от кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Городские власти не исключают, что позже количество маршрутов может увеличиться. У нас достаточно большое количество обращений от наших граждан, которые не могут нормально пользоваться общественным транспортом, который проживает в поселке Зубчининова. Соответственно, достаточно большое количество обращений о том, что необходимо улучшить транспортную работу непосредственно в близости железнодорожного вокзала. Ну и, естественно, мы все эти обращения учитываем и предполагаем, что именно в этих точках маршрут будет пользоваться наибольшим спросом. Неудобно пересадку, потому что это время. Потому что каждый раз, когда ты пересаживаешься, ты должен ждать следующего автобуса. Долго ждать шаттла не придется. Они будут курсировать каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00. Новая транспортная система поможет сэкономить. Для проезда в шаттле и в метро нужно будет приобрести единый билет за 29 рублей. Причем за эти деньги можно будет добраться из любого района города. Расплатиться можно будет только транспортной картой. Оплаты за проезд проходят при посадке в автобус. В метро платить не нужно. Ага, все пошло. Человек садится у кинотеатра «Луч» или в магазин, он запчинен к определенной степени, он делает предоплату 29 рублей. И за эти деньги может доехать до железнодорожного вокзала. На каждой станции метро установлен специальный турникет, к которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан в первое время на каждой станции будет дежурить консультант, который поможет разобраться в новой системе. Мы решили провести эксперимент и засекли время в пути от железнодорожного вокзала до поселка Восточный. На дорогу от железнодорожного вокзала до метро Московского у нас ушло 15 минут. Сейчас мы проследуем до конечной остановки метрополитена и узнаем, сколько времени уйдет на это. Еще примерно 15 минут и мы на месте. Итого, примерно за полчаса мы добрались от железнодорожного вокзала до Юнгородка. Максимальное время в пути, говорят эксперты, через весь город около 50 минут. И это в пробке. М-шаттлы начнут курсировать в Самаре с понедельника 3 февраля. Информационные таблички уже размещены на остановках. Также за движением шаттлов можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Какие первые итоги уже можно подвести? Какие маршруты наиболее востребованы территориально? На сегодняшний день у нас маршруты эти поехали с понедельника, с 3 февраля. То есть два с половиной дня, можно так сказать, они работают. Пока мы видим, конечно, что больше востребованность именно в части станции Юнгородок. Наверное, это обусловлено тем, что в центре города у нас транспорта все-таки чуть побольше. Люди могут передвигаться и на иных видах транспорта. А там есть возможность доехать на метро, прямо от станции тут же пересесть на наш М-шаттл. Они с интервалом 10 минут очень удобно ходят и доехать затем либо до магазина, либо до кинотеатра «Луч». Поэтому пока видим, что более востребовано в той части города. В то же время мы понимаем, что два дня это пока очень короткий срок. Не все еще люди посмотрели ролик, не все увидели объявления, которые висят в метрополитене. Не все услышали. Мы вот так же в метро через систему звукового оповещения подается информация о том, что есть такая опция. Вот потихонечку эта информация среди людей разойдется. И вот через месяц, может быть, через два, когда маршруты уже накатаются, вот тогда будет видно, насколько востребован именно тот или другой. Сейчас можно говорить пока вот только о каких-то предварительных итогах, которые могут измениться как в ту, так и в другую сторону. В чем все-таки преимущество для горожан использования вот этих вот М-шаттлов? Ну, прежде всего, это цена. Вот фактически, фактически можно совершить три поездки за один билет. То есть я поехал сперва на автобусе, потом на метро, потом снова на автобусе. И все это стоит 29 рублей, как вот безналичная оплата. А если это мы говорим о школьнике или о студенте, то для них еще более низкий тариф. И вот все это как одна поездка засчитывается. Тут, мне кажется, вот двух мнений быть не может. Да, это очевидно, что это выгодно. Да, а если у кого-то есть социальные льготы, льготы, как все это группируется? Вот если там на автобус какой-то... В автобусе у нас все эти льготы, они реализованы через электронные карточки. И в автобусе стоит специальный вот этот терминал, куда карта прикладывается. Поэтому вот если вы льготник, вы прикладываете туда, ну, например, там вы школьник, карту школьника прикладываете. Студент прикладывает карту студента. Пенсионер прикладывает социальную карту. Обычный пассажир наш, он может либо единой транспортной картой расплачиваться, либо банковской картой любого банка. Но единственное, по техническим причинам там не принимаются наличные, потому что это должен быть единый учет. Но это, опять же, решение все равно в пользу пассажира, потому что наличные, вы знаете, у нас 32 рубля тарифа, а так мы едем за 29. Что еще остается доработать, вот исходя из первых таких вот резюме, так скажем, вот чего еще не хватает? Пока, наверное, не хватает нам информационного какого-то охвата. И вот вы нам, в частности, в этом помогаете. Потому что сейчас стоит задача донести информацию об этих новых маршрутах максимальному кругу наших жителей и потенциальных пассажиров, чтобы вот как раз наработать эти маршруты, накатать их, собрать некую статистику. И дальше мы будем смотреть и принимать решение, вот куда этот проект будет двигаться. Потому что сейчас мы говорим о том, что это пилотный наш проект. Вот те точки, из которых осуществляется подвоз пассажиров и те маршруты, которые работают сейчас, никто не говорит, что это будет вот навсегда именно так. Потому что если мы увидим, что где-то востребованность больше, где-то востребованность меньше, мы можем эти маршруты скорректировать каким-то образом, посмотреть, может быть, к другим станциям что-то запустить, может быть, к тем же самым, но из других точек. Может быть, там новый какой-то маршрут нужно будет открыть, вот там М5 какой-то у нас появится. Но пока говорю, вот немножко рано об этом судить, нужно получить все-таки первичные данные вот по этим перевозкам. Проект М-Шаттлы реализуется в рамках проекта «Умный город». Если говорить в целом о проекте уже «Умный город», то что он из себя представляет? Ну, в части «Умного города на транспорте» мы здесь говорим о тех цифровых проектах, которые мы внедряем. У нас вот если охватить небольшую ретроспективу, что сделано буквально за последние 1-2 года, у нас мы внедрили оплату во всем льготном транспорте по банковским картам любых банков. Мы на садово-дачных маршрутах ушли от этих бумажных вот талончиков, которые продавались пачками там по 2, по 4, по 8 и так далее. И тоже перешли на электронные карты целиком. У нас в прошлом году на базе трамвайных маршрутов реализовался проект по внедрению валидаторов для самостоятельного обелечивания. Это у нас пятый трамвайный маршрут, который идет через весь город. Вот все трамваи на нем, все вагоны оснащены валидаторами. В любую дверь пассажир заходит, там есть этот валидатор. Можно также приложить к нему банковскую карту или любую электронную карту и получить билет. При этом в салоне остается кондуктор. Если вот кто-то желает за наличные, например, расплатиться, то эта опция, она сохраняется. В этом году мы систему валидаторов планируем также развивать. И во втором полугодии у нас еще 1-2 маршрута будут ей охвачены. У нас также работает приложение «Прибывалка-63», которое позволяет получить прогноз прибытия транспорта на всех остановках. И вот по всем маршрутам, которые действуют у нас в городе. И вот все эти сервисы, они идут у нас в рамках цифровизации как раз. А что меняется в плане маршрутов на транспорте, на городском? Какие-то есть изменения или нет? Ну, маршруты у нас достаточно стабильные. Поэтому сейчас говорить о том, что вот какой-то мы там берем просто так маршрут и закрываем, такого нету. У нас в рамках правительства Самарской области, вот под эгидой Минтранса, ведется работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в рамках Самарско-Тольятинской агломерации. Ну, пока это, может быть, рано об этом говорить, но вот там предполагается некая научная работа, которая будет корректировать, может быть, и маршрутную сеть, и Самара, и Тольятти, и их стыковать между собой. Но применительно к Самаре, вот в первую очередь, наверное, можно будет ощутить это на примере так называемых транспортно-пересадочных узлов. У нас формируются таких узлов два на сегодняшний момент. Первый – это стадион Самара-Арена. Вот в декабре прошлого года у нас завершилось строительство так называемого правого поворота. Там, где у нас появилась ветка к чемпионату мира, на нее можно было свернуть с улицы Ташкентской только когда мы ехали от демократической, а теперь и с другой стороны, вот когда со стороны Безымянки поднимается трамвай, теперь он может совершить правый поворот к стадиону. Соответственно, туда несколько маршрутов у нас сейчас заведено. Ну, это та же пятерка, седьмой, двенадцать, там еще пару маршрутов. И вот теперь просится, чтобы на этой территории был еще и другой транспорт. И мы прорабатываем вопрос о том, чтобы межмуниципальные маршруты, которые вот все условно, что едет в город со стороны Красного Яра, чтобы они как раз вот заходили на этот стадион Самара-Арена, ну, пока мы его так называем ТПУ Самара-Арена. Там будет возможность сразу пересесть на наш трамвай, который со всеми видами льгот может вот уже во все стороны уехать с учетом этого правого поворота. И вот это такое перспективное направление, которое будет реализовано. Второй транспорт на пересадочный узел – это пятилетка. Там у нас идет, вот если мы говорим, что на Самара-Арене идет стык трамвай и автобус, на пятилетке стыкуются все вообще виды транспорта, потому что там есть и станция метро Кировская, там неподалеку идет трамвай, троллейбус, автобусные маршруты. Туда есть возможность завести также пригород, плюс там еще есть железнодорожная станция. У нас точно так же правительством реализуется проект по высокоскоростному железнодорожному сообщению «Самара-Тольятти». И вот в рамках ТПУ пятилетка как раз будет возможность, допустим, подъехать из, выйдет пассажир из какого-то межмуниципального маршрута, он может пересесть на железнодорожный транспорт и уехать там в Тольятти или в Курумыч куда-то улететь, допустим, либо он спускается в метро или садится там на автобус, на трамвай и едет вот туда, куда ему нужно, в городе Самара. Что касается остановок, места расположения остановок, есть сегодня какие-то замечания, предложения горожан с просьбой их поменять, там переместить какие-то стороны или нет? И какая-то схема вообще реализуется? Знаете, это какие-то ситуационные вещи, то есть у нас какого-то глобального запроса на то, что вот нужно там подвинуть все остановки туда или сюда, нету, это вот какие-то рабочие моменты, которые возникают, ну, например, вот улицу какую-то ремонтируют, ну, вот как Стару Загору в прошлом году, где-то там делают, может быть, новый парковочный карман, где-то там есть возможность подвинуть остановку, чтобы удобнее было, на перекрестке разъезжались, там чуть-чуть его разгрузить. Где-то бывает, там у нас построился какой-то объект, тоже чуть-чуть меняется схема организации движения, ну, происходит перемещение остановки. Но это какие-то такие ситуационные вопросы, которые по мере поступления они решаются. Сейчас всем понятно, что выгодно при оплате пользоваться карточкой банковской. Говорит ли это о том, что в ближайшем будущем будет вообще массово вот это востребовано, и вы к этому идете? Ну, мы к этому практически пришли уже, потому что на начало года 65% пассажиров у нас уже оплачивают проезд так или иначе электронными своими картами. То есть больше половины пассажиров уже перешло в этот формат. И коль скоро в этом году мы установили разницу межтарифную, вот это 32 рубля за наличные расчеты, 29 по безналу, это сделано осознанно, чтобы был стимул именно у пассажиров оплачивать по безналичной системе. Это дешевле, это выгоднее, это проще, это не возникает вопрос там со сдачей, потому что есть там пассажир, я еду с крупной купюрой каждый день, причем, а кондуктор мне всегда должен давать с нее сдачу. Это для предприятий наших перевозчиков, это проще в плане инкассации, вот обращения с наличными денежными средствами. Ну и вот просто если каждый может по себе посудить, у нас с каждым годом все больше проникают электронные платежи, и уже покупая домой продукты, мы на кассе чаще всего достаем карточку, а некоторые уже там часами-телефонами оплачивают, и только небольшая часть расплачивается наличными средствами. Вот эта же тенденция, она наблюдается и в транспорте, и в какой-то недалекой перспективе мы придем к тому, что подавляющая доля платежей будет безналичной. Когда встает вопрос с востребованностью профессии кондуктора вообще, они будут востребованы? Кондукторы, они продолжают быть востребованными, и вот пользуясь случаем, каждый раз приходя в эфир, мы всегда приглашаем на работу и в автотранспортное предприятие, и в трамвайно-троллейбусное управление, и кондукторы, и водители нам всегда нужны. Поэтому вот о чем я говорил, мы на пятом маршруте трамвая повесили валидаторы, но кондуктор, он сохраняется, он выполняет функцию также по реализации билетов. Если кто-то хочет купить за наличный расчет, то билет продаст кондуктор. На кондукторе также сохраняется у нас контрольная функция, чтобы пассажиры обелечивались своевременно. Поэтому вот мы не говорим о том, что кондукторы нам не нужны, и мы от них отказываемся. Наоборот, мы их набираем. Первый раз в этом году мы с вами встречаемся, и хотелось бы узнать о планах департамента на год, что будет, может быть, меняться в транспортной составляющей Самары. Смотрите, фактически уже рассказал по транспортно-пересадочным узлам, что мы будем делать. Вот проект М-Шаттлы, он, безусловно, будет развиваться в течение года. Плюс мы формируем заявки в Минтранс Самарской области и в Минтранс Российской Федерации на приобретение нового транспорта. Пока это все еще идет в стадии подготовки документов, и никто еще не утвердил, сколько нам условно дадут средств или сколько мы на них сможем позволить себе автобусов, трамваев или троллейбусов. Но новый подвижной состав точно будет у нас. Плюс мы пробуем и новые виды, в принципе, транспорта. Вот сейчас ведем переговоры, чтобы новый трехсекционный трамвай нам дали на тест-драйв еще попробовать. Вот-вот к нам уже приходит электробус первый в Самару, потому что на эту тему тоже идет множество разговоров. Вот кто-то говорит, что электробусы это наиболее перспективный, экологически чистый вид транспорта. И он проще, например, чем троллейбусы в обращении, потому что, чтобы куда-то поехал электробус, нужна зарядная станция. А чтобы куда-то поехал троллейбус, нужно контактную сеть еще предварительно протянуть. Поэтому вот появится у нас электробус, попробуем, как он работает в наших климатических условиях, посчитаем, сколько это в плане денег, насколько это экономически обосновано, и тоже будем принимать дальнейшие решения, потому что по некоторым, ну даже вот в первую очередь, конечно, эта столица у нас переходит потихоньку на электробусы, но вот мы пока пробуем. А где производятся электробусы, вот этот вид транспорта? Ну вот конкретно, который к нам придет, это белорусского производства. Да, ну эта связь уже налажена с белорусскими производителями, и трамвай, по-моему, да, у нас есть? Ну у нас разные есть, у нас трамваи есть и белорусские, и Усть-Катавские, вот автобусы в городе, вот МАЗа ездят, это белорусское производство. Ну что ж, спасибо за эту полезную и важную информацию, всего хорошего, прощаюсь я и с вами, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!